У нас есть два важных момента, которые я искренне хочу объявить и рассказать. Мы скажем об этом немного коротко, для того, чтобы вас заинтересовать. И зайдя на сайт биосферного поселения Биополис, заглянув на сайт фонда развития биосферных поселений, вы сможете получить больше информации и присоединиться. Итак, Биополис это не деревня, не эко-поселение, не группа тех, кто следует какой-то религии ни в коем случае. Биосферные поселения на сегодняшний момент это следующий шаг программы ЮНЕСКО, которая уже более 50 лет на всей планете движется. Во всех странах с этой программой создано около 600 заповедников. Но они называются биосферные резерваты. Но дело в том, что биосферный резерват на сегодняшний момент, к сожалению, это не место жизни человека. Это некая территория природы, которая охраняется человеком, от человека фактически. Куда человек имеет маленький доступ, поглядеть, посмотреть на животных и на природу. И таким образом программа человек и биосфера фактически не реализуется и не работает. Поскольку программы нет такой, что человек и биосфера. У нас получается человек вне биосферы. Поэтому биосферное поселение это следующий этап развития международной глобальной программы, которая позволит и наработает определенные методики того, как человек будет жить в природе. Биосферное поселение, первое биосферное поселение в мире, Биополис, будет запущено в Карпатах в следующем году, в 2018 году. На сегодняшний момент выбираем площадку, потому что территория будет достаточно большая, около 300 гектар. В этом поселении будут жить около 50 семей, каждый из которых будет являться сотрудником научно-исследовательского института. Люди будут жить там постоянно, они будут познавать природу, познавать окружающий мир, экосистемы, биоты. И понимать, и отрабатывать методики ежедневной своей жизни, как человеку взаимодействовать с природой, не нарушая ее, не принося ей вред. Итак, добро пожаловать в Биополис. Есть сайт biosettlements.com. Всем добро пожаловать. И финальная, заключительная часть, то, чем мы сейчас очень серьезно заняты, мы при помощи компании Rainbow Systems, при помощи нашего совместного предприятия в Карпаты отправляем оборудование, которое позволит нам в быстрые сроки построить там основные круглые дома-купола, в которых мы начнем жить. Но самое важное, что мы хотим на базе биосферного поселения провести международный биосферный форум, глобальную встречу известных, в том числе известных людей, не политиков, людей творчества, людей, которые мыслью своей сейчас постигают вопросы экологии и ищут, находят и предлагают миру ответы того, как жить. Людей, истинных искателей, которые своей жизнью и активностью уже давно, уже более 30 и 40 лет по всему миру создают эко-поселения, основателей и главных активистов экологического движения. Мы хотим их всех собрать вместе для того, чтобы еще раз очень громко всему миру озвучить и объявить о той большой глобальной проблеме, экологической биосферной проблеме, когда человек, находясь и являясь частью биосферы, максимально и очень пагубно на нее влияет. Таким образом мы уничтожаем свой дом. И обсудив данные вопросы, мы будем рады предложить человечеству несколько важных решений, как нам видится уже наполовину разработанных, решений по устойчивым сообществам, о том, как нам жить устойчиво, взаимодействуя с природой, не загрязняя ее, и таким образом, позволяя себе жить изобильно, зная, что завтра нашим детям будет что дышать, у них будет чистая питьевая вода, и жизнь у них будет на хорошем, высоком уровне, когда у них достаточно еды, полезной, здоровой пищи, когда у них замечательные природные дома, когда у них есть возможность и у нас, и у наших детей жить и развиваться. Итак, Международный биосферный форум в следующем году, если все сложится, мы проведем на площадке нашего биосферного поселения Биополис. Я вас благодарю за слушание официальной информации.